Здесь очень слабый бюджет, 95, ну пускай 102, на 2 миллиона населения почти, это очень мало, при том, что там, где я работал, там было 140, сейчас принимается на 500 тысяч. Я понимаю, для того, чтобы добиться социальных благополучий, поддержки пенсионеров, поддержки людей старшего поколения, пускай там вопросы, скажем, пенсионная реформа, даже если принимает федеральный центр, то мы там можем защитить население свое, которое живет у нас здесь. Вот, что мы и делали при возможностях бюджета, значит, там и доплаты определенные, там и законы определенные принимали, там по детям войны, там бесплатное зубопарализирование, бесплатный проезд, значит, там доплата к пенсии тем, кто 40 лет проработал, значит, на территории региона, доплата детям войны, значит, да, то есть там по 5 тысяч ежеквартально. То есть есть механизмы поддержки на местах людей старшего поколения, но когда я посмотрел бюджет и созвонился руководитель с министром финансов, говорит, так-так, он говорит, да у них бюджет-то хороший, мне сложно было там в кабинете аргументировать. Я приехал сюда, начал разбираться, какой же он хороший, а бюджет очень простой, вот, то есть очень выгодный для министерства финансов, очень выгодный для Москвы, значит, да. Вот есть доходная часть, там 95, значит, да, то есть и все расходы, которые идут, значит, да, вот они отсюда начинают идти. Школы, вот вам столько, как хотите, так и крутитесь. Больницы, вот вам столько, как хотите, так и крутитесь, значит, да. Не по факту того, что здесь потребность гораздо больше и потом, вынося сюда эту проблему, значит, да, он должен сформироваться на уровне, там, может быть, 110-115 миллиардов, значит, да, по своим потребностям, плюс, там, какой-то дефицит, там, до 10-10 процентов образоваться, с тем, чтобы мы решили вопрос. Нет, и все, и в итоге у нас благополучие, нет кредиторской задолженности, значит, да, нет, значит, дефицита бюджета, только жизни-то тоже нет. Ну, я прямо хочу сказать, что все наши вопросы, связанные с демографией, отток населения, это качество жизни. Поэтому задачи, допустим, не стоят в том, что вот нужно построить там два завода, которые нам решат все вопросы. Они не решат все вопросы, абсолютно. Их построят там без нас, вот, то есть, будем ли мы или не будем, их в любом случае построят, потому что вектор задан, он идет, значит, я имею в виду и по минноудобрениям, и нефтегазоперерабатывающим, это комплекс, значит, да, Но народу-то нужно простые вещи, простые вещи с тем, чтобы не было в больницах на 1,5-1,7 миллиарда задолженности, по лекарствам, значит, по коммуналке, где-то, значит, по индексации зарплат, с тем, чтобы в школах был капитальный ремонт, и школы отвечали. Учителей не хватает у нас, категорически не хватает, значит, да, то есть, никакой помощи молодым специалистам нет, пребывающим в регион. Врачи, обеспеченность врачами, 33 человека на 10 тысяч, при нормативе 42, то есть, у нас на 30% ниже, а это что? Это как раз качество и доступность медицины. Что нужно делать? Это нужно просто реально увеличивать расходные обязательства бюджета и выставлять эти требования Москве.